Вик, что? Внимание! Интереснейший гость! Лизия, вот с чего началась любовь к такому виду искусства? Ну, это началось в процессе обучения в университете. Я закончила факультет искусства. И в процессе обучения на предмете по росписи по ткани я решила освоить натуральное украшение. И меня засосало настолько, что это стало делом всей моей жизни. Я защитила по этой теме диплом, написала по этой теме магистрскую. И вот сейчас это полноценное мое занятие на всю жизнь. Чем нужно красить, чтобы получился вот такой вот невероятный результат? Вообще окрасить можно любым растением, любым грибом, лишайником. Из любого растения можно выделить определенный цвет по определенной технологии. Но есть такие красители природные, которые отдают краситель сами. И их использовать проще всего. Ну и, соответственно, они становятся самыми любимыми здесь. Традиционно ткань перед крошением обрабатывали, вымачивали, вестировали. Сейчас технология соблюдается, повторяется. Потому что для крошения я использую уже промышленные ткани. Их тоже нужно обрабатывать, вестировать, протравливать. Протравливание – это обработка ткани каким-либо окислителем. У вас было как бы такое, что вы ждали один цвет, а получился вообще другой? Ну, это, конечно, всегда происходит. Но это больше получается, например, в технике экопринта. Когда ткань декорируется живыми настоящими листьями, которые закатываются плотно в ткань и выпариваются в течение нескольких часов, а порой даже суток. И получается, что ты, когда обрабатываешь ткань, закатываешь, ты даже не знаешь, что ты в итоге получишь. Ты раскрываешь, а там нечто. Я вот, как понимаю, у вас юбка как раз выполнена в технике. Вы тоже ее сами делали, правильно? Да. Это как раз техника экопринта. Это шелк натуральный. И здесь вот на юбке уже моей видно отпечатки шиповника, отпечатки рябинника. Можно найти отпечатки малины или люпина. Это все растения, которые произрастают у нас, в нашем регионе. Была создана пробная коллекция, которая представлена была как раз на выставке, которая открылась совсем недавно. Расскажите подробнее про эту выставку. Это как демонстрация результатов работы моей за последние три года, потому что как раз три года я занимаюсь натуральным крошением. А как много времени вообще уходит для того, чтобы сделать полотно уже окрашенное? Ну, в технике натурального крошения вещь создается, ну, можно в течение суток создать. Экоприн техника гораздо более долгая. Порой это может занимать целые месяцы, потому что есть технологии, когда ткань консервируется. Как мы засаливаем помидоры и огурцы, можно законсервировать себе ткань и через полгода получить какой-то потрясающий принт на ткани, созданный уже непосредственно природой, но с использованием хитростей таких. А долговечны ли вообще такие вот изделия? Не вымывается ли краска при стилке? Да, мне часто задают такой вопрос. Но на самом деле вещи натурально окрашенные, с ними нужно обращаться так же, как и с любой натуральной вещью. То есть шелк нельзя стирать в машинке, это ручная стирка. То есть обращаться точно так же, как вы обращаетесь со своим любимым платьем или со своей любимой блузкой. А вот футболки, которые я создаю в технике натурального украшения, я их стираю в машинке даже без зазрения совести. А вообще спрос на вот такие вот вещи натурально окрашенные у нас большой? Ну, у нас вот в республике. Ну, потихоньку появляются. И все чаще задают вопросы, спрашивают снова про мастер-классы, но записываются, хотят. Да, единственное, что это, ну, не такая дешевая, получается, техника, потому что это натуральную ткань надо и прочие вещи. Но намного получается экономнее, чем покупать какую-то дорогую ткань, потому что краситель, который используется, он растет прямо, условно говоря, под ногами. Да, ты его собрал и покрасил ткань, которую купил при помощи этих красителей без каких-либо затрат. Вот, кстати, что насчет мастер-классов? И мне кажется, люди, наверное, с охоты идут на такой, я бы сказала, не очень типичный мастер-класс для нашего города, да? Идут с охоты. Единственное, что мастер-класс очень долгий, он длится почти весь день, но терпеливо и с ожиданием. Все ждут результата. И, конечно, очень радостно видеть людей, которые открывают получившийся у себя шарф или какое-то полотно. И видно радость, что они не ожидали, что так получится, конечно, потому что очень тяжело, я понимаю, представить, когда ты пришел, и тебе говорят, закатай листья в ткань, и будет красиво, поверь мне, все будет хорошо. Они закатывают, и через 5-6 часов открывают, и там просто волшебство. Удивительно, но эта рубаха увидела свет еще в начале 20 века. Ее, кстати, носила бабушка автора выставки. Лидия хотела показать нам, зрителям этой выставки, что быть в единстве с природой важно и нужно. Быть ближе к природе – негласный девиз выставки «Забытое ремесло». Стены этого зала буквально задекорированы тканями, натуральными, естественно, где-то однотонными, а где-то пестрыми, с узорчиком, и все они окрашены самой природой. У каждого цвета есть свой рецепт. Рецептура представлена, кстати, вот на этой стене. Например, для того, чтобы получить вот такой вот приглушенно-зеленый, нужно замочить пряжу во тваре крапивы. Традиции прикладного искусства поместили в красивую, современную рамку. Выставка в том виде, какой мы можем увидеть ее сейчас – это результат работы двух художников – Лидии Костыревой и Анелии Линцевич. К слову, Анелия занималась не только дизайном, но еще и сделала фотографии девушек в авторских костюмах Лидии. Для меня вот такой союз с талантливым художником, с ученым, просто прекрасным человеком Лидией является большой радостью. Для меня это было полным погружением в контекст красоты, природы. Я побывала в ее родном поселке Патыбок, и я увидела, как рождается самоизделие. В планах Лидии Костыревой издать книгу по прикладному искусству. Она станет своеобразным пособием для тех, кто захочет поэкспериментировать с природными красками.